Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас специальный эфир, в ходе которого телезрители «Девятки» ожидает премьера документального фильма «Фаина», знакомство с режиссером, продюсером и главной героиней этой ленты, а также погружение в творческую лабораторию нового израильского кинопроекта под названием «История семьи». Сейчас я хочу представить вам наших гостей. Известный российский, а ныне израильский режиссер документального кино, лауреат премии «Тетфи», «Золотой орел», «Лавровый вет» и многих других Аркадий Коган. Здравствуйте. Шеф-редактор проекта «История семьи» продюсер Евгения Шустикова. Здравствуйте. И героиня одноименного фильма «Фаина Балк». Добрый день. Итак, у меня первый вопрос к вам, Аркадий. Значит, что стоит, что это за проект такой «История семьи»? И почему эта идея осенила вас не в России, где вы 15 лет были главным режиссером на Первом канале, работали со сферами? Почему она осенила вас именно здесь, а не в России? Ну, она осенила в первую очередь не нас, а Инну Лесину, режиссера, которая к нам пришла с этой идеей. Эта идея не наша. Но мы за нее ухватились, потому что... Инна Лесина – это израильтянка? Она тоже, как и мы, приехала в Израиль, и у нее была эта идея, и она посчитала, что вместе мы справимся. Что это за проект? Что это за идея? Идея простая. Она начинала снимать семьи в родном своем городе Снежинске, где она жила. Это было такое семейное кино, и она поняла, что это интересно, может быть, не только самим семьям. А когда она пришла к нам, мы привыкли работать не просто с семьями, мы привыкли работать с миллионами зрителей. Но мы поняли, что вот такое кино можно сделать не просто для семьи, можно сделать кино интересное всем на истории обычной семьи, потому что все семьи в Израиле необычные. Как я понимаю, сегодня мы посмотрим этот фильм чуть-чуть попозже, и это как бы первая проба пера, да? Да, это пилот. Пилот. И скажите мне, вот это погружение в историю израильской семьи, оно чем продиктовано? Тем, что вы живете в Израиле? Или, может быть, вам когда-то казалось, что в Израиле как-то иначе устроены семьи? Дело в том, что первый фильм об истории семьи я снял о своей семье. Это было пару десятков лет назад. Я взял свою маму, двух своих сыновей, и привез их на мамину родину, на Украину. И сейчас я понимаю, что это первый фильм истории семьи, это было интересно сделать, зная историю этого места, зная историю моей мамы. Это было очень эмоционально интересно. И потом я понял, когда появилась вот эта идея, что вообще самое интересное для человека, это не приключение электроника или еще что-то, а это история его собственной семьи, которую он часто либо не знает, либо плохо знает. Многие люди не знают своей истории. У меня вопрос к вам, Фаина, скажите, вот фильм снят в общем-то про вашу семью. Вы там главная героиня, но все вокруг вас. И что это для вас было вообще? Как вы себя ощущали вот в этом фильме? Ну, этот фильм для меня вообще... Мне это сделали подарок на мой день рождения, на мой юбилей. Мне исполнилось сентябрь. Кто вам сделал такой благородный подарок? Не будем говорить, сколько вам исполнилось. Кто вам сделал такой благородный подарок? Мои друзья. Я очень благодарна им за этот подарок, потому что лучшего подарка в моей жизни не было. Это лучший подарок в моей жизни, который я получила. Забегая вперед, я могу сказать, что я видел этот фильм, я могу сказать, да, действительно, это был очень достойный подарок. И вот я хочу сказать, что я очень благодарна Аркадию и Жене, потому что они остановили меня и дали мне время посмотреть и как бы посмотреть, вообще поднять все фотографии, поднять старые записи. Они увидели больше, чем знала я своей семье. Это просто замечательно. и это трогательно, и это от всего сердца. Я благодарю, что так получилось. Жень, у меня есть друг, он часто говорит, понятно, что все дороги ведут в Рим, но в Израиль ведут не дороги, в Израиль ведут пути. Но нюанс тут очевиден. Дороги – это что-то заданное, какая-то конечная цель, а пути – это судьба. Говорят, что в Израиль приводит судьба. Я знаю, какая дорога привела, каким путем вы пришли, вы приехали в Израиль. Но прежде чем поговорим об этом, я хочу, чтобы телезрители вместе с нами посмотрели небольшой сюжет, отрывок фильма, в котором вы являетесь главной героиней. Пожалуйста. Сначала звучали колокольчики, потом колокола, и вот уже, когда совсем большой колокол забил, тогда я схватила ее, побежала к врачам. Потому что она перестала смотреть в глаза, она большую часть времени стала проводить под кроватью, лежа, упираясь головой в стену. И последний эпизод – это я работала на Первом канале, сидела в Останкино, и звонит няня вся в слезах, и кричит мне в трубку, «Женя, что-то не так идет, она вот валяется у меня в снегу, и я не могу с ней справиться». И я понимаю, что все, вот уже все, что-то надо делать. И я расплакалась, то что… И в этот момент заходит мой коллега и говорит, «Ты чего?» И я считаю, что я сделала очень правильно, я не стала скрывать. Я сказала, что… У меня такое ощущение, что мой ребенок сходит с ума. Юрий Степанович Шевченко, профессор, детский психиатр, он мне сказал, что «Да, в вашей девочке типичный аутизм». Когда родителям сообщают такой диагноз, они переживают по степени чувств и тот же шок, что когда теряют ребенка. это связано с тем, что умирает весь твой сценарий, который ты уже прописал, когда ты родил этого ребенка. А теперь, после того, как все понятно, ваши надежды оправдались, этот путь привел вас туда, куда вы стремились. Да, не то, что не оправдались, они оправдались в тысячу раз, наверное, больше, чем мы ожидали. Потому что, когда мы ехали, мы ехали по одной причине, чтобы наш ребенок учился с обычными детьми в обычной школе. А когда мы приехали сюда и увидели, как общество относится к таким детям, мы были поражены. Я, честно, первый год, в принципе, все время плакала от счастья, потому что Соню накрыли такой и окружили такой любовью, что мы даже этого не ожидали. То есть общество, начиная с простых людей на улице, заканчивая на уровне государства, помогает нам в достаточно тяжелой ситуации справиться с ней. И мы, в принципе, я считаю, на сегодняшний день уже справились. Потому что Соня за эти несколько лет она стала совершенно другим человеком. Женя, как по-вашему, мы немножко отходим в сторону от фильма, но это все судьба семьи. Это история семьи. Да, это все история семьи. Как по-вашему, почему такая дистанция, такая разница между отношением детей? Ведь Россия тоже продвинутая страна, мировая держава. Казалось бы, почему не там, а здесь? Мне кажется, это ответ очень простой. Разные отношения к цене человеческой и вообще, в принципе, к цене жизни. Человек, собаки, кошки. Разные отношения. Вот и все. Так просто. И сегодня то, что вы видите в вашей дочери, вас радует? Да, конечно. Это процесс обучения, окружение заботы и так далее. Он продолжается, будет продолжаться долго? Или есть какой-то момент, когда все это заканчивается, и ваша дочь полноценный человек? Она в принципе полноценный человек. Дело в том, что такие дети, как Соня, дети рас, дети аутисты, они очень, их еще называют людьми без кожи. Они очень тонко чувствуют отношения. И поэтому, когда Соня здесь приехала, она поняла, что она такая же, как все. И мало того, она самая сладкая, самая милая, самая умная, самая красивая. Все. Все остальные проблемы отошли на второй план. Неужели все так просто? Неужели достаточно человеку просто обнять, прижать? Сделать хибук, да? Хибук. Да. Потрясающе. Хорошо. Итак, господа, я хотел... Я Соню обожаю. Я хочу сказать, и она меня очень любит. Так, подружились. Все понятно. И еще один вопрос, такой наводящий. Логично было бы предположить, что после всей этой истории, в общем-то, не очень веселой, вы бы захотели, как продюсер, снять фильм о израильском обществе или о врачах, о психологах, которые помогают справиться с проблемами аутистов. А вы снимаете о семье. Почему? Как получилось? Потому что все идет от семьи. И, в принципе, Израиль лично меня повернул к семье, и я увидела отношения. Потому что в Израиле семья – это главное. Жизнь и семья. И вот поэтому, если ты хочешь рассказать о человеке, расскажи его и семье. Все. И покажи его своей семье. Сейчас мы уйдем на рекламу, буквально на несколько минут. Потом вернемся и продолжим. Это было интересно. Реклама. Итак, мы возвращаемся в эфир. У нас, как хочу напомнить, специальный эфир, специальная программа, посвященная премьере документального фильма, которую вы увидите буквально через несколько минут, пока у меня вопрос к режиссеру. Всегда перед съемками, я знаю, когда планируешь какой-то процесс, ты рассчитываешь снять что-то, а результат часто бывает лучше, хуже или такой же. Ваша оценка, вам удалась это, на ваш личный профессиональный взгляд, вам удалась эта работа, или вы все-таки ожидали что-то другое? Ну, получилось лучше. Лучше, чем вы предполагали? Чем я предполагал. Это первый проект, первый опыт. И просто нам повезло с Фаиной. И еще нам повезло с тем, что самое главное, если тебе герой доверился, то кино получается. Если он тебе не доверился, кино не будет. Это было первое. А второе, Фаина подкрепила себя, то есть свою историю, уникальным архивом. Она снимала практически начиная с того момента, когда вообще появились видеокамеры. Все то, что она сняла о своей семье, и что лежало где-то без движения, оно оказалось в фильме. Ну, собственно, по атмосфере, по тому, как вы общаетесь с другими, я понимаю, что, международно, то, что называется в Израиле полная химия. Давайте посмотрим, до какой степени вам удалось сделать то, что вы задумали, и насколько органично Фаина, как главная героиня премьера. И ваши премьеры, и премьера фильма. Спасибо. Смотрим документальный фильм Фаина. И вот тут опять. Да. Смотрим документальный фильм Фаина. Семья, в которой я выросла, мой папа, мама и моя сестра, их нет. Я уже старшее поколение. У меня четверо детей и 11 внуков. Я не возражала бы, чтобы их было еще больше, потому что я их очень люблю и очень горжусь ими. сестрички, да. Ай, как красиво. Да, как умочка. Даночка танцует, как Ума танцует. Ай, красиво. Ай, как. Ой, какие смешные кадры. Хороший какой фильмик этот. Боже мой, неужели уже прошло столько лет? 20 лет. Смешно, ужасно. О, а вот моя мама. Ну, пройдись. Пройдись туда, в сторону. Давай, проходи туда, иди к морю. К морю иди. Она так смущается. Собачка наша. Вот, как хорошо. Как странно, обычные будни, и как дороги они сейчас. А это что у нас? А, это старые фотографии семьи мамы. Здесь моя мама в возрасте 16 лет. Вот мама моя. Это еврейский городок. Еврейский городок. И девочки. А здесь мама постарше. Здесь она уже студентка. Вот она студентка мединститута со студентами. А это бабушка. Это мама моего папы. Это еще в Умане. А потом она жила у нас в Николаеве. И вот она нам очень много рассказывала о жизни в местечке Вапнярка. Рассказывала, как погиб ее муж, как она растила этих детей, как его выбросили из окна бандиты в очередной раз, как ей чудом удалось спасти детей. Кстати, выбрасывали из окна и мою маму. Моя мама и папа, например, не могли говорить на «идишь на улице», потому что это за это они могли бы получить по голове, наверное. Вот. Они говорили мне, что это... Когда я спрашивала, что это за язык, они говорили «иностранный». А это фотографии вот еще моего детства. Это я, это моя сестра. Мы в Умане. Мне здесь... Еще я не хожу. Это значит, где-то меньше года. Вообще, я до четвертого класса боялась говорить, что я Еврейка. С четвертого класса я уже дралась. Это моя сестра, когда она выходила замуж. Она жила в коме СССР. Она была врач, ее туда послали по назначению, и я приехала к ним на свадьбу. Это я. А это мой муж тогда. О, вот эту фотографию. Я боялась, что я ее найду. Здесь не два года, а моей сестре четыре. В Умане фланелевые рубашечки, я до сих пор помню их. Когда отец однажды пришел домой, я училась где-то во втором или в третьем классе. Ну, сестра, соответственно, два класса рая больше. Я уже не помню, кто из нас пожаловался один на другого. Он взял так, ну, тогда это было принято, шлепнул на меня хорошо. Я одну и вторую, и сказал, никогда не приходите и не жалуйтесь друг на друга. Вы сестры. Пока была жива моя сестра, это был мой самый близкий друг из своей речи. Мы были с ней очень близки, и для меня это была большая утрата. Когда она уехала учиться в институт, я помню, как я стояла часами у окна и тосковала по ней. А сколько ей? Ей здесь 38. А в 39 она умерла. До встречи. До встречи. Сестра моя очень хотела уехать в Израиль. В какой-то мере это была ее воля, ее желание. Мы просто отложили все это, потому что она заболела, и мы тогда перестали даже думать на эту тему. А потом, когда семья пришла сюда после такой трагедии, как только появилась возможность, я полетела в Израиль. Это место было первое место наше, где мы остановились и прожили первую неделю нашей жизни в Израиле. Мы проехали из Литвы большую дорогу через Польшу, Германию. Все наши близкие уже были здесь, в Израиле, мои родители, мои дети. Я только со своей старшей дочерью, вот мы приехали сюда. Мы в машине везли самое дорогое, все, что составляло нашу жизнь. Там были наши дневники, завязочки, которые были в роддоме на наших детках. Там были фотографии, там были... Там были стихи моей сестры, там были мои стихи, которые я писала в юности. И мы вот этот прицеп, в котором все это хранилось, благополучно довезли. И он стоял вот здесь. Оставили прицеп со всем нашим дорогим грузом, потому что выгрузить это было невозможно. И поехали искать квартиру, чтобы снять, где мы будем жить. И обнаружили, что наш караванчик благополучно исчез. Ощущение было, что у нас просто вот всю прошлую нашу жизнь ее забрали. Это наша квартира, это холл. Вот выход из кухни. Так. Там окно, вот эта лесенка наверх. Еще на втором этаже у нас большой балкон. И... Так, сейчас мы снимем окно. Мы живем на восьмом этаже. Я сейчас иду к окну, и мы видим весь город. А настоящему он на девятом этаже? Но здесь... Считается, что восьмом этаже. Это Герцвея. Материальную память у нас украли. Но нам Израиль вот тут же подарил первый дом на родине. Значит, первую работу нам надо чем-то заняться. Тогда, как бы, из-за того, что началась война в Персидском заливе, арабских рабочих, как бы, был отцер, то, что это называется, перекрыли. И нельзя было завозить этих сельсказистных рабочих. А Алим Кадашим, то есть новых репатриантов было много. И нам предложили ехать собирать апельсины. Урожай, который собирают? Да, сегодня вот собрали урожай. Попузимчики привезли. Платили там какие-то копейки, 5 шекелей в час. Но зато разрешали брать апельсины домой. Питались мы, как чебурашка, питались апельсинами. И вот мы ели варенье из апельсиновых корочек. Варить апельсины чуть ли не копченые, моченые, соленые. В всяких разных видах. Тут были такие необычные для нас полы, мраморные. Лестница такая красивая на второй этаж. Видно весь город и чуть ли не на пол Израиля. В этой квартире нас было там 9 человек. И собака наша Гарик, которая приехала тоже из Литвы. Что это за фильм? С ума сойти! Ой, ес, отработай! Русские умеются в Израиле! Да! Вы наехали туда, подаваясь на шпангу, да? Первый наш бизнес в Израиле. Мы хипушиты делали, реставрировали и делали из них красивые модели. Это первые наши месяцы пребывания в Израиле. Через две недели после прибытия зарегистрировала частное предпринимательство. Я ничего не умела. Большую часть своей жизни я, в общем-то, как-то так получилось, что я занималась бизнесом довольно самостоятельно. Но я хотела заработать денег по одной единственной причине, потому что я хотела для них. Я неприхотливый человек. Но когда я поняла, что для того, чтобы они могли учиться, хорошо жить, достойно как-то, я поняла, что нужно поработать хорошо для этого. В этой квартире мы поселились все. Я, мои родители, Лена, семья, Лена со своим мужем, моя дочка, Анечка, Веня, это муж моей умершей сестры, и двое детей моей сестры, которые, в общем-то, это мои дети. Сегодня 13-е, 4-го, 94-го. Завтра у меня день рождения. Мне исполняется 16 лет. Вот. Чувствую я себя хорошо. Сердце работает нормально. Родские меня очень сильно эксплуатируют. Вот сейчас вот пойду мыть посуду. А еще у меня всегда картина одна есть. Когда в Сашину комнате я открываю дверь и понимаю, что зайти невозможно. Когда был в школе, такой переворот у него был. Можно было только через окно залезть. Это, наверное, у всех так. Ну, потом, а теперь, посмотри, какой. Не дай бог, что-то не на месте. Как он со мной ругался. По сути, не хотелось. Он считал, что я просто центр страшный. Бедный. Жуткие требования. Посуду брать. Как сейчас помню, Сашка ее, Сашка помоет посуду. Сашка моет посуду, все, кладет. А раковину? А там, значит, мы с вами с вами раковину. Вот эту раковину домывать. А как интересно было. Должно было видеть этого несчастного ребенка. Вообще, который просто пытки гестапо какие-то. Ну, Саша, можете приснять маску. Никто не догадается, кто это. У нас тут бывают тревоги иногда. Приходится вот эту вот маску одевать. У меня изменение вот этого вот восприятия чистоты, как должно быть, пришло именно в армии. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Когда мамка ее родила, когда мамка была уставшая, мамке животик болит. И папка тоже пришел. Папа такой, папа Макс. Так хотели малыша. Вот это Макс. Вот он. Вот это Аня. Она мне дает белое вино. Да, вот она мне дает. В этом доме живет моя доченька, мой любимый зять и Данночка, моя внучка и красота. Это свадьба, а не Максима. Ой, какой совсем молоденький, совсем ребенок. Как Катя его разрешила жениться в таком возрасте, молодом. Вот Анечка. Ой, папа мой. Вся семья здесь. Катя Эйпштейн, Валера. Они одного примерно года, но он совсем молоденький. Напомни мне, вот это вот, сверху там сидит, вот это самое возле этого. Кто это? Кукла? Да, да. Кукла. Ты когда-то привозила куклу из Москвы, потом ее украли собаке, отодрали ей голову. Но мы же как бы семейство хомячков, которые ничего не выкидывают. И хранили, хранили, Макс из нее потом соорудил вот такую композицию. Нашел какую-то старую корягу обгоревшую, какую-то еще железяку, мячик какой-то. В общем, все это собрал, посадил. Ясно. Позорю, что-то знакомое напоминает мне. О, привет. Привет, привет. Это Ирочка. Мы вдвоем просто помогать вместе. Привет. Привет. Я очень рада. А, вот Ирочка. 88-й год, это еще до отъезда в Израиль, да. Сейчас такое время, когда мне очень хорошо, когда у меня все получилось, когда я такая довольная, сейчас поеду отдыхать. Вот как интересно. Ну что, окно мое, гарик мой. Приезжайте к нам в следующий шаббат. Следующий шаббат мы будем у Леночки, а потом у Саши, потому что я хочу сделать такой небольшой фильм. в котором все люди, которые рядом со мной, в этот период, потому что мне исполняется 70 лет в этом году. Я хочу, чтобы все, кто рядом, я хочу это вот сейчас, в этот момент моей жизни, чтобы они все были, осталась вот память об этом моменте моей жизни. Логично. Понятно, что пройдет еще лет. Поэтому мы сейчас, и мы будем так чувствовать, вау, какая Алина была маленькая, какой Поль был молодой. Да, в этот период будет тебе будет секс. Да, как мне. Понимаешь? Есть разница? А мне вот будет 45. Что много, не надо. В нашей семье то, что мы оказались вместе, это большая удача. Что касается Фаины, то она сразу произвела на меня впечатление человека. Немыслимо красивого, во-первых, красавица. А во-вторых, очень сильного. Я хочу так, чтобы эта вся пустыня, как будто она моя. Это долина, это не пустыня. Это пустыня. Это пустыня. Так, ну, нужно отойти сюда на солнце. Здесь начинался Тель-Авив в начале прошлого века. В 904, 5, 6 году сюда переселялись халуцим. Это сионисты и евреи. Уехала тогда из России, Украины, из антисемитской Европы. Несколько десятков тысяч людей, сионистов. И вот мой дедушка Беня, ему было 17 лет, когда он тоже с группой таких же ребят, как он, после очередных погромов в их городе Полонном, которым жила его семья, уехал сюда. И жил, вот здесь были бараки, рядом с Яфа. В Яфа жили арабы. И вот в 908 году был ужасающий погром, который устроили арабы из Яфа. 13 халуцим очень сильно пострадали. Их фамилии были перечислены в газете того времени. И там было имя моего деда Бени Балка. Он был очень тяжело ранен. Шансов на то, что он выживет, практически не было. Его друзья, они его в 908 году с большим трудом переправили обратно на Украину к его маме. Он был единственным сыном в семье. И случилось там чудо в Полонном. Она его спасла. Он, правда, очень плохо видел, был всегда в очках. Но он был жив, смог заниматься бизнесом, смог создать семью и родить мою маму. Это место очень важное в моей жизни, в жизни всей моей семьи. Отсюда началась дорога моей семьи в Израиль. Возле этого памятника погибшим миллионам евреев я поняла одну очень важную вещь. Меня пытались убить в каждом моем поколении. Первое упоминание – это 1650 год. Это легенда Полонного. Там знали мою бабу Куню, которая чудом осталась жива из 10 тысяч убитых евреев. Ее прапраправнучка Фейга вышла замуж за Ицкака Балка. Ицкака Балка убили в погроме. Фейгу искалечили. Но они успели родить Беню, который побывал в Израиле, которого пытались убить арабские террористы из Яфа. Он остался жив. Он родил мою маму, которую в 4 года тоже пытались убить. Ее бабушка выбросила из окна и тем самым спасла. Беня Балк в это время отсутствовал. Когда он вернулся, он застал страшную картину в своем доме. Убитого отца, искалеченную мать, сошедшую с ума племянницу и чудом спасшуюся мою маму. Вдруг мне стало ясно и понятно. Вот эта разорванная тара, нацарапанные надписи, которые говорят о том, сколько евреев погибло в истории еврейского народа. Всех моих предыдущих поколений пытались убить до того, как они успели родить меня. Моего отца должны были уничтожить фашисты, но он сумел бежать из плена, чтобы встретить мою маму и родить меня. Моя жизнь мне дарована. Я пришла туда, к этой таре, для того, чтобы свою семью привезти сюда. Моего отца Моего отца Моего отца Моего отца Моего отца Моего отца Детей воспитывают не слова, а то, как мы живем и что мы делаем. Отец интересные задачки мне всегда давал по физике, по математике. Например, всегда в очередях, мы стояли в больнице или где-то, я всегда с ними решала какие-то задачки. Это мой отец делал со мной и с моей сестрой. Он нас так тренировал. И мы эти задачки задаем своим внукам уже. Я сейчас иногда смотрю на фотографии или вспоминаю какие-то события, думаю, почему я не спросила, почему я не узнала. Мы часто самое дорогое не успеваем узнать, спросить. Я очень многие вещи сожалею, что не спросила у своих родителей. Они по-настоящему нас любили. Не баловали нас, но они были очень с нами. Я всегда вспоминаю очень многие трогательные такие моменты, когда они отказывались от чего-то для себя, и мы это даже не понимали. Но это очень важно, потому что это потом мы делаем для своих детей, а потом они делают это для своих внуков. Дальше, подожди, дедушка, мне тебя плохо видно. Я можно на тебе потренируюсь? Так ты можешь, ты меня испортишь, Анишка. Нет? Я буду там какой-то неуклюжий. Почему? Я знаю. Тиашв. 至急. Сейчас, давай. Ты что-то слушай. На региале, если ты понимаешь, что ты знал, что ты будешь вопросы, ты крепиться, ты крепежь иcus, и держишься ему в процессе вспышки. Анишка выполняет лифах? Ты не можешь, ты можешь? Ты разогнёшь, я разберусь. Я буду делать тебя. АААААААААААААААААААААААААААААААААААА. ты необходима. Моя мама, когда вот она была в эвакуации, они жили в маленькой комнате, куда в течение войны набилось 16 родственников. И вот вся эта беспомощная публика, она жила там, в одной комнате, и только потому что это была семья. Вот они прожили вместе, вместе видели, знали друг друга, били друг друга, лупили, игрались, целовались, мирились, ссорились, но они были вместе, и они остались в семье, и поэтому я очень стараюсь, чтобы собиралась семья. Вечеринка Субтитры делал DimaTorzok Она умеет все Я хочу быть как она Я от нее много учусь Много такая с хорошим характером Не слабая женщина Иду по городу, вижу Маму, зная маму уже Зная маму, так становлюсь прямо перед ней И говорю, мам, привет А она обходит меня и идет дальше Потому что она погружена в какое-то, видимо, решение Какой-то глобальной задачи, как всегда Если у нее что-то есть в голове, какая-то идея Она делает все, что можно, чтобы эту вещь, чтобы она сбылась Она добывается цель Она всегда знала, что сделать Меня принесли из роддома Она села, ей 20 лет было Ничего, я через 16, пойдем вместе танцевать Мы танцуем вместе По жизни Я помню, когда мне было лет 8 Фаина вернулась из какой-то деловой поездки И привезла два блока жвачек Разного цвета, разного вкуса Взяла в двух руках Какой из этих блоков ты хочешь выбирать? Ну, я долго думал И решил выбрать желтый После чего она их, значит, сложила И сказала Ты должен думать о том, как добиться их обоих Я бы не сказала обязательно борец Я бы сказала это как уметь Ну, как на серфинге То есть ты идешь не против волны Ты идешь вместе с ней, но ты ищешь, как Подняться над этими волнами И вот была большая алия в шноте тысячим И вот я Сказали нам спрашивать Если у нас есть семьи Я села с бабушкой И она мне рассказала Но она не просто рассказала Как всегда Кусок такой, кусок такой Кусок такой Она сказала полную историю Как она пришла сюда И она увидела Хон Вайс, Лолито и все это И она поняла, что здесь она хочет жить Поняла я поняла Поняла Поняла, что здесь она хочет жить И она вернулась И она начала всем рассказывать И она ждала людей И они поехали И что было, и как было И когда они пришли И у них ухали все вещи И они жили И у них не было ничего И как-то все их соседи Дух им принесли И одежду И все Я совсем снова ее узнала Рома, буй, тамди Алия, да тьмуна Что кулану нелай Будьте хайки Дам тамди Каром Будьте хайки Духайки 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 Папа Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Рональда Рейгана, который, как известно, был прекрасным голливудским актером. Не знаю, насколько он был прекрасным, но актером. И вот он как-то раз заявил, что, говорит, продюсер не хотел, чтобы мы сняли хороший фильм. Продюсер хотел, чтобы мы сняли фильм вовремя. Вот такая вот позиция. Вы были продюсером этого кино? Согласны с господином Рейганом или нет? Честно. Я поправлю. У нас есть продюсер, который вот продюсер-продюсер. Мы сопродюсеры. Это Ева Удачева. Я не знаю. Мы, так как мы делали все тщательно и основательно, плюс Фаина Львовна очень ответственный человек, поэтому мы сделали все без проблем. Вы считаете, это удачная работа? Да. Когда я смотрю и плачу, значит, это удачно. Вы плакали? Конечно. Так, расскажите, в каком эпизоде вы плакали? Ну, мне кажется, самая сильная сцена – это у Торы, когда Фаина Львовна говорит о том, как она пришла в первый раз к этому месту и поняла, что должна перевести свою семью. Мне то же самое. Вот я смотрел этот момент. То есть, ну, как бы, давно в Израиле истории израильских семей, в чем-то они похожи. У всех есть корни, все откуда-то приехали, все потеряли в катастрофе близких. Но вот это вот я за них. Это должно быть. Это касалось меня. Меня могло бы не быть. Вот эта мысль, что меня могло бы не быть, она очень страшная. Я думаю, что вы ее раскрутите просто глубже. Она очень страшная, очень точная, но, тем не менее, она исчерпывающая. Да? Да, потому что… Ну, на самом деле, нам повезло с героем еще, потому что Фаина умеет сформулировать то, что, в общем, важно в жизни. На самом деле, если коротко сказать, есть такая теория, что жизнь человека имеет тот же примерно… Она подчиняется тем же законам, что и сценарии фильма. То есть там есть все элементы сценарии. То есть драматургию своей судьбы видят очень немногие люди. Фаина относится к людям, которые это видят. Это большой дар. И она еще может это сказать. Поэтому то, что она сформулировала, было для нас таким маячком. То есть это вы не написали, это она сформулировала? Нет, нет. Это все живая жизнь. Фаина, я хотел вам вот что сказать. Я вот наблюдал, вы очень органичные, естественные. И я хотел бы так вот выяснить, почему. Это у вас такое природное дарование или все-таки педагогический талант режиссеров? С вами поработал немножко. Что правда? Я думаю, что это талант. Но только даже не режиссера, а человека. Потому что мне было настолько комфортно и настолько естественно то, что происходило. То есть это были не съемки фильма, а съемки жизни. Вот не знаю, как сказать. Ну там в фильме все это сказано. Как вы встретились вообще? Вообще, как судьба свела вас? Фейсбук. Фейсбук? Да. Вы в Фейсбуке? Да. Что это значит? Расскажите. Вот видите механизм? Женя. Женя. Ну, механизм очень простой. Ты... Фейсбук такая вещь, которая притягивает людей по интересам. Вот так вот сначала мы притянулись с Евой, удачевой, продюсером нашего проекта. И я ей рассказала о том, о нашей... Мы знали друг друга по Москве, а здесь уже встретились впервые, как бы, уже на израильской земле. Я рассказала о том, с чем мы сейчас здесь занимаемся. Мы придумали этот проект и вот пытаемся снимать истории. Но пока ничего не получалось, потому что были переговоры, но люди в какой-то момент отказывались. Боялись, кстати. Боялись. Боялись, да? Да. Вот. А Фаина Альбомна сказала, давайте попробуем, мне интересно. И мы благодарны за это, потому что это бесценный опыт. И плюс потрясающая история семьи. Давайте посмотрим немножко вперед, да? Фильм посмотрели. Я уверен, что очень многие люди, которые сейчас смотрели этот фильм, они, естественно, думали о себе, о своей семье. Это наводит на ассоциации, это не может не навести. Хорошо, допустим. И вот человек задает себе вопрос. А что я знаю о своей семье? А нужно ли или необходимо ли создать фильм вот такой же, как этот? И что у меня есть для этого фильма? Вот я хотел бы спросить, что нужно для того, чтобы, скажем, обратиться к вам и сказать, знаете, я хочу вот такой же фильм о своей семье? Желание. Желание. Только желание? И больше ничего? Остальное сделаем. Господа, не давайте номер телефона, отбоя не будет. Что еще? Нужно желание и доверие. То есть если нам доверяет человек, который хочет, чтобы о его семье был фильм, то дальше мы просто разговариваем. Мы разговариваем, узнаем то, что интересно будет увидеть. Потому что мы делаем небольшое кино. Оно не должно быть длинным, потому что скорость жизни изменилась. Никто не будет смотреть длинное кино. И это кино должно быть захватывающим. Оно не может быть скучным. Но в каждой семье есть какие-то истории, которые передаются из поколения в поколение. И вот эти истории мы снимем, мы снимем рассказ о них, и мы снимем жизнь, лайф, жизнь людей, которые сейчас представляют эту семью. И дальше уже наша забота. Люди не должны думать, за счет чего зритель будет переживать вот эту историю. Потому что есть архивы, есть фотографии. Мы можем с ними оказаться на том месте, где были какие-то события. То есть есть масса профессиональных секретов, приемов, которые им совершенно не обязательно знать. Им просто надо довериться. Вы знаете, о чем я сейчас подумал? Что люди вообще в течение жизни своей пытаются все запечатлеть. Для этого они фотографируют. Сегодня это вообще очень просто. Появились телефоны, фотографируется все, фотографируются малыши буквально с третьего дня рождения. Как они... Это прекрасно. Я еще знаю, что фиксируются свадьбы, создаются огромные альбомы, фильмы и так далее. То есть эта индустрия, простите меня за существительную индустрию, она существует. Но то, что показали вы, и то, что делаете вы, это не просто намного глубже, это намного гуманнее. Ведь на самом деле очень многие молодежь, поколение новое, они растут, жизнь очень стремительна, особенно в Израиле, она спрессована. И вот этот вот шанс, возможность оглянуться назад и посмотреть, что было там, кто был мой дедушка, кто был мой прадедушка, как вообще сложно, на кого я похож. Вот здесь, мне кажется, колоссальные драматургические пласты. Самое важное еще, какой он был. Вот какой, это можно только увидеть. Фаина Львовна, расскажите про внучку Нану. Я хотела это рассказать, но отдаю вам. Я хочу сказать вот что, вот по тому, что говорилось, что фильм такой, я вообще хотела, мечтала, чтобы был такой фильм. И знаете почему? Очень часто я сожалела, что не успела что-то спросить у своих родителей, что я не услышала их рассказ о каких-то эпизодах нашей жизни. И мне очень хотелось, чтобы мои дети и мои внуки могли, вот, чтобы у них осталось мое видение жизни и то, что я знаю о нашей семье. Потому что, если это бы не собрать в этот фильм, оно во всех этих пленках, фотографиях, оно все равно было бы утеряно, потому что нет времени в сегодняшнем мире сидеть, рассматривать все альбомы. Очень важно для меня то, что я точно знаю этот фильм будет для моих детей, внуков и правнуков, может быть, которых еще пока у меня правнуков нет. У меня один сынок, у меня четверо детей, и я счастлива, что у меня такая замечательная семья, и теперь у них есть вот навсегда. Я, знаете, о чем еще подумал? Вот у меня дома, это меня-то мучает, у меня дома лежит альбом, не альбом, а такой вот толстый тетра-переплетик, это дневники, которые ввел мой тесть. Он был ветераном войны, воевал, в Локазе был, ну, в общем, короче, обычная традиционная история для очень многих евреев Советского Союза. Вот. Он умер 20 лет назад. Это, нельзя выбрасывать такие вещи. Я пытался читать, я пытался понять, ну, как бы, руки не дотягивают, время и так далее. Вот я сейчас думаю о том, что ведь в каждой семье есть, наверное, какая-то реликвия. В каждой семье есть какая-то память, которая на самом деле, может быть, не такая уже она ценная для конкретного человека, для того же внука или правнука, который не очень понимает. Но если это раскрыть, вот как раскрывает душу, как раскрывает сердце, и показать, может, это сыграло бы какую-то роль. То есть архивы. Вот у Фаины посчастливилось, у вас бы видеокадры. Не у всех были видеокамеры тогда. А если нет видеокамер? А если есть фотографии, только и письма, и что? На этом можно создать драматургию? Фильм? Драматургию фильма можно создать просто на живом человеке, который сидит перед камерой и в камеру рассказывает тебе. Но это уже наша забота, чтобы он рассказал то, что надо и как надо. Потому что, может, я видел один фильм, в котором человек с потрясающей историей, драматичной, он бывший узник детского лагеря. Он просто сидел возле окна и рассказывал, что с ним происходило. больше ничего в фильме не было, кроме цветочка на окне. И в этом была драматургия. Кто занимается, допустим, есть материал, но с Фаиной. Вы слушали, видели, просматривали. Кто делает сценарий? Вы? Да. Это ваша работа. Ваша работа же... Я жесткий редактор, который говорит, нет, это неинтересно. Адвокат Ява. Да, да, да. Я очень... Когда мы работаем вместе, наши дети уже знают, что это мы не ругаемся, это просто папа с мамой работает. Сколько времени заняли у вас съемки всего? Съемки были... Пять дней? На протяжении месяца. Пять съемочных дней в течение месяца и потом два месяца монтажа. Я хочу еще добавить такую вещь. Запоминается всегда то, что вызывает чувства. Когда состоялась премьера фильма Фаина на дне рождения Фаины Львовны, я лично видела, как одна из внучек, Нана, подошла к бабушке, когда включили свет в зале. Подошла, обняла и заплакала. И сказала, бабушка, я так много не знала о нашей семье. Вот я остановилась и замерла, потому что это было... То есть мы даже не ожидали, что мы своим фильмом сможем вызвать такие чувства у молодежи, которые вроде бы... Ну какая история, когда здесь такая скорость жизни и такой поток информации. Вот вы знаете, мне кажется, что вот в этой истории про Фаину и этот фильм первый, вот Нана поставила очень точную точку, зачем мы это все делаем. Вы сейчас говорите, рассуждаете не просто как создатели фильма, а как члены семьи. Это интересно. Да. У нас реклама, потом вернемся, продолжим. Оставайтесь с нами. Добрый вечер. Для тех, кто только что подключился к 9 каналу, хочу сказать, что у нас специальный эфир. Мы только что просмотрели документальный фильм Фаина, сейчас сидим вместе с его участниками, главной героиней, продолжаем разговаривать на эту тему. Мы, в принципе, достаточно детально уже проговорили по кино, и люди видели. Я хотел поговорить еще про одну семью, про семью, с семьей Фаиной все ясно. А вот я хотел поговорить о вашей семье, о вас. Все-таки для вас, я не собираюсь снимать фильмы, не собираюсь отбивать у вас кусок хлеба, ради бога. Я просто, мне интересно, все-таки вы недавно в стране, три года, да, где-то так, и вот за это год, за это время, во-первых, удалось привести в порядок и дочку, Соню, самое главное, да, это, цель вашего приезда была. Кроме того, вы занимаетесь каким-то проектом. Вот мне, как репатрианту 90-х годов, вот мне было просто бы интересно услышать от вас, какой вам показалась эта страна и люди? Как вас приняли? Чувствует ли вы себя комфортно? Или все-таки после Москвы, столичной жизни и такой звездной карьеры, для вас это такое легкое приземление? Я себя почувствовал здесь как дома в первый раз, когда я приехал в 94-м году. Я был, только закончил в ГИД, был студентом, на мне были банные шлепанцы, одни штаны и одна рубашка. Я шел по Иерусалиму, выйдя из пятизвездочного отеля, мы были на фестивале, чужой город, чужая речь, другая культура, я себя чувствовал как дома. Поэтому я себя здесь не чувствую туристом. Мне может что-то не нравится. Вы в 94-м году чувствовали себя здесь как дома. Чего же вы не приехали и не остались в этом доме? Я был занят другими делами. Проекты, работа, карьера, кино. Карьера? Да. А вы же? У меня совершенно странное знакомство с Израилем произошло. Дело в том, что сейчас я уже не вспомню, 10-й или 11-й год Аркадий предложил поехать в Израиль. Я уже была в Европе во многих странах, у меня есть любимые страны, есть нелюбимые. И как-то я к поездке в Израиль отнеслась очень так, скептически, сказала, ну что я там не видела в этом Израиле? Ну маленькая какая-то страна. Вот. И мы приехали, но Аркадий сказал, ну давай на три дня у моря посидим. И мы приехали в Тель-Авив на три дня. И вот за эти три дня все произошло. У меня любовь с первого взгляда. То есть, первое, то же ощущение, что я дома. Я не знаю, я не могу это объяснить до сих пор. А второе, было ощущение того, что здесь так, вот это нельзя сказать слово «хорошо», ну как-то здесь вот по-особенному. И вот я думаю, что с военной альбомной у нас тоже это совпадение, потому что мы, когда знакомились, мы говорили о том, что есть ощущение, что ты дома. И все. И вот с этого момента появилась идея, что я сказала, я хочу здесь жить. Сказала я. Вот. И через три года мы здесь начали жить. Фаина, ну вот это молодые. А у вас, прожив здесь достаточно долго, у вас, когда-нибудь возникала мысль, обратная идея? Уехать? Ну не навсегда. Ну как бы поменять обстановку. Пожить мне какое-то время в другой стране. Никогда. Почему? Ни одной секунды. Я люблю Израиль. Это то место, куда стремилась я уже, наверное, тысячи лет. Вот. Поэтому это мой дом. И единственное место, где я себя ощущаю дома, здесь. Я бываю очень, и побывала в своей жизни во многих странах, во многих городах. Мне очень многие страны нравятся. Но Израиль, это мой дом. Я никогда не променяю. Даже ни одной мысли такой нет и не будет. Хорошо. Я знаю, что как американцы говорят, never say never, никогда не говори никогда. И вы молодые, еще достаточные люди, и вся жизнь впереди, еще можно много чего придумать и так далее. Есть ли ситуация, при которой карьера или какие-то иные обстоятельства побудут вас поменять еще раз, сделать еще один круг, уехать в какой-то... или вернуться обратно. Вы рассматриваете такой вариант? Можно я отвечу на этот вопрос? Да, конечно. Когда мы репатриировались, я говорила, ну я поеду, посмотрю, может быть, мне не понравится, или начнется война, говорила я в 2013 году, то я тут же вернусь. Как раз мы попали, через полгода, как мы приехали, началась операция «Несокрушимая скала», по-моему, как она называется. Да, совершенно верно. И мы с детьми... Вы прекрасно разбираетесь уже в политике. Да, и мы с детьми, как все остальные, бегали, когда звучала сирена, и прятались. И в этот момент произошел еще один такой вот скачок в моем сознании. Я поняла, что я никуда не уеду. Я настолько люблю эту страну, что я никуда не уеду, даже если уже идут какие-то операции и так далее. Прекрасно. Я хочу еще раз поздравить вас с премьерой. Она произошла только что. Спасибо. На мой взгляд, это прекрасная работа. Очень тонкая, очень прочувствованная. И еще раз, я уверен, она заставит очень многих наших соотечественников задуматься над историей своей семьи. Чтобы эта история осталась историей, а не исчезла в ходе, в течение времени. Я хочу поздравить вас с кинодебютом. Вы смотрели прекрасно. Просто законченная героиня. Я не знаю, будете ли выставлять этот фильм на какой-то конкурс, или куда-то. Но в любом случае, если вы станете лауреатом и победителем первого премьера за главную роль, я вам обещаю, Фейна, что вы еще раз появитесь в студии Девятого канала. Еще раз вас поздравляю. Спасибо. Было приятно с вами общаться. Наша следующая встреча в ближайший четверг. Про время мы будем поговорим. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова